Примите, пожалуйста, мой поклон. Слава Шелепрубадин. Сейчас мы начинаем наш очередной урок по основам санскрита. Слава Шелепрубадин. Слава Шелепрубадин. Слава Шелепрубадин. Итак, сегодня мы с вами начнем новую тему. Это тема Санхи. Сегодня у нас с вами седьмой урок. Мы с вами продолжаем разбирать первый раздел. Санхи. 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 Мы с вами разобрали вступительную часть. Санхи. Это основная терминология, а также алфавит. И сегодня мы с вами поговорим о теме Санхи. Что же это такое? Санхи буквально означает объединение или слияние. Достаточно распространенное слово, которое, например, санхи, соединение, знаем, нескольких промежутков, временных промежутков дня. Санхи. Есть также другие случаи, которые также используются. Иногда оно пишется по-разному. В словарях можно встретить как санхи. Санхи с анусварой. Как здесь написано. С анусварой. С точкой над сам. Либо же санхи. Санхи также распространен. Само слово санхи также является примером этой грамматической концепции. Потому что изначально это сочетание двух слов. Сам и дхи. Сам и дхи. Буквально ставить вместе. Мы знаем сам как слово санкиртана. Изначально это сам киртана. Но по определенным правилам, преобразованиям, оно превращается в санкиртана. Что в какой-то степени легче произносить. Также и здесь. Итак, слово санхи. Что означает ставить вместе. То есть некоторые преобразования, которые получаются между словами, когда они находятся рядом друг с другом. С концом первого слова и началом второго слова. Либо также внутри слова. Это тоже возможно. О чем мы с вами сможем убедиться. Давайте посмотрим сразу характерный пример. Я думаю, который... Возможно, вы уже обращали на это внимание. Вот известный стиль Бхагавадди. Мы не сразу можем понять, что же имеется в виду. Нам нужен пословный перевод. Пословный перевод, который в своей книге включил... Своей милости к нам включил Шила Прабхупада. Уже содержит как бы изначальные формы слов, которые до санхи. Которые до этих преобразований. То есть на самом деле там два слова. Дехинаха и Асмин. Дехинаха буквально означает того, кто находится в теле. Это в родительном падеже. И слово Дехин. Тот, кто находится в теле. В смысле душа. Дехин. Дехинаха означает воплощенного. Того, кто находится в теле. Асмин. Асмин означает в этом. Но когда эти два слова встречаются, мы не говорим в стихе Дехинаха, Асмин и Адха Дехе. Это сложно произнести. Избивается сразу. Тяжелее произнести. Избивается стихотворный размер. Поэтому говорится просто Дехинасмин. Дехинасмин. Это одно из правил санхи, о котором мы с вами далее будем говорить. Или же здесь мы можем обратить также внимание на слово Дехантора. Это уже внутренние санхи. У нас два слова Деха и Антара. Тело другое. Деха Антара. Каждое из этих слов содержит... То есть Деха содержит А в конце, Антара, краткое А, храсво, в начале. И когда они сливаются, образуется долгая А. Дирга. Дирга А. Деха Антара. Здесь есть и другие санхи в этом стихе. Но мы пока не будем на них останавливаться. Для нас важнее понять сам принцип. Что же происходит? Это понятие санхи. Оно очень свойственно санскриту. Оно очень часто. В каждом стихе мы встретим несколько случаев санхи. В наших знакомых нам языках они, может быть, встречаются не так часто, но тем не менее они есть. Например, даже в украинском языке мы можем... Есть слово брат, брат и слово бог. Например, брат бога. Брат бога. Мы не будем казать брат бога. Если мы говорим быстрее, то выходит брат бога. Брат бога. То есть, ты перетворяется на д. Глухий, приголосный перетворяется на дзвенки. Брат бога. Такий может говорить. Або слово рухается. Коли мы его пишем на письме, у нас выходит руха-е-ть-ся. Але кажемо ему просто рухается. Рухается. Или в русском языке мы, например, говорим счастливый. Когда встречается буква С и Ча, мы их объединяем. Естественным образом получается новый звук. Новый звук. Хотя пишется по-прежнему С, Ча. Да? Счастливый. Но в санскрите, как мы говорили, все как читается, так и пишется. Поэтому если санхи происходит, уже, соответственно, и запись тоже в соответствии с тем, как это должно произноситься. В этом принципиальное отличие санскрита, как мы уже неоднократно говорили. Давайте посмотрим еще, например, слов из этого стиха. Дахи на снигде тха дыхе. То есть нам приходится разобрать, да, выполнить обратную операцию, как бы. Если мы читаем стих, вначале нам нужно выявить санхи и восстановить изначальные формы слов. Дыхиносмин. Дыхина хаасмин. Если мы выясняем, что это дыхина хаасмин. Каумарам. С анусварой на конце. Изначальная форма каумарам. но когда уже говорили что часто внутри предложения когда мы произносим быстро буква м превращается в анус вару просто носовой призвук точно так же слове его нам то изначально это я вам но внутри предложения она появляется анус вара или слово практики обретение про тихи внутри стиха внутри стиха как мы видим она превращается в практир потому что мы об этом будем потом говорить далее идет звонкий гласный д дхан тарапрапраптир гирас татрана мухите мы не говорим татха дхан тарапраптий и практир гирас татрана мухите нет мы кодхады хандра Это что касается санхи, или же дьирас, ее изначальная форма этого слова – это дьираха. Дьираха – мудрец, невозмутимый, но внутри предложения, с учетом санхи, оно превращается в дьирас. Или санхи внутри слова, как хорошо знакомое нам слово сачитананда. Сачитананда, оно так и звучит, естественно, сачитананда, сачитананда, сачитананда. Но изначально, изначально это слова сат, чит и ананда. Но с учетом правил санхи для простоты, для благозвучия, т превращается здесь в ча, получается сачитананда, сачитананда, а т в слове чит превращается в д, когда идет перед гласными. Когда идет перед гласными, такие звуки, как т, т зубное, т. То есть, да, т зубное и т церебральное, они превращаются в ч. Получается сачитананда. Это внутренние санхи. То есть санхи есть внешний и внутренний. То есть, когда мы переводим текст, какой-то нам встречается незнакомый текст на санскрите, самый первый этап, самое первое, что мы делаем, мы должны выявить эти санхи. То есть распознать санхи на стыке слов и предложений, но, впрочем, также внутри слов, если это составные слова, вот как сачитананда, нужно разобрать санхи внутри слова. И уже только потом мы распознаем конкретные грамматические формы слов. Если это существительное, мы смотрим, о, в каком оно падеже, если глагол, то какое это наклонение. И только потом мы можем с помощью определенных методов составить связанный пословный перевод. Мы пословно можем понять, о чем идет речь в этом стихе, составить его перевод. И следующая возможная стадия, если мы выполняем литературную работу, то необходима уже литературная обработка. Но все начинается с разбора санхи. Это самый первый этап. Есть три вида санхи. Естественным образом, есть три вида санхи. Это санхи гласных, о чем мы сегодня начнем говорить, или сарвешвара санхи, сарвешвара, как называют гласные джива-гасвами, санхи согласных, вишнуджана санхи, и санхи, которые включают в себя висаргу. Это отдельная категория. Три категории санхи, таких преобразований. И мы начнем с рассмотрения санхи гласных, гласных звуков. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы по тому, что мы обсудили пока, на данный момент? Можно еще предыдущий слайд? Да, что-то приобретаю, возвращаю. Спасибо. Так, да, три категории санхи. В любых учебниках по грамматике, у панини или у джива-гасвами разбиты санхи на эти три категории. Сегодня мы с вами начнем говорить о санхи гласных звуков. Посмотрим на характерные примеры. Первое правило санхи. Я предлагаю вам запоминать их, ну, не по номерам сутр, да, но, например, по характерным примерам. Например, слово нитьянанда является примером санхи, когда у нас встречается на стыке слов две буквы А. или, впрочем, две других, любые две других гласных. Не любых, но первых десяти, да, первые десять. А, И, У, с учетом плюс долги. А, А, И, И, У, У. Р, Р, Л, Л. Это правило работает следующим образом. Если на стыке слов нам встречаются две буквы, например, две буквы А, вот как в слове нитья, что означает вечный или вечная, и ананда, ананда, вечное блаженство. Объединяясь, они преобразуются в слово нитьянанда, нитьянанда, что означает вечное блаженство. То есть неважно, у нас краткий плюс долгий А, или краткий плюс краткий, или долгий плюс долгий, в результате мы получаем долгую А. Дирга, да, как мы говорили. Или, как называют живого с вами, долгие, долгие гласные звуки. Кто помнит? Трикрама. Трикрама. Да, спасибо. Итак, или в слове кришна-агре, да, кришна, кришна-агре. В начале, да, получится кришна-агре, кришна-агре. Или известно в слове джанма-аштами. Два слова джанма, рождение, аштами, восьмой день. Здесь в этом примере обе буквы А на стыке слов это краткие, но образуется слово джанма-аштами. Или то же самое с другими гласными. С И, да, с И, И долгое или И краткое, если встречается на стыке слов, то образуется долгое И. Хари-И-Швараха. Хари-И-Швараха. Мы получаем Хари-И-Швараха. Хари-И-Швараха. Мы не говорим, если... Да, если эти два слова рядом стоят, то, естественно, наш голосовой аппарат подсказывает нам, как нужно произнести сразу же с долгим звуком И. Хари-И-Швараха. Или, как здесь, Гуру-Упадэ-Шаха. Гуру-Упадэ-Шаха. То есть наставление Гуру. Наставление Е. Гуру. Единственное число. Гуру-Упадэ-Шаха. Гуру-Упадэ-Шаха. Получается долгая У. То же самое с звуком Р. С гласной Р. То же самое. У нас, например, слово Питри. Питри, что означает предок или отец. Возможное значение Питри. И слово Ринам. Ринам. Ринам означает долг. Долг, обязательство. И в результате мы получаем, когда эти две Р встречаются, получается Питриинам. Питриинам. У нас получается долгий Р. Получается Питриинам. Питриинам. Когда две гласных Р встречаются, то получается долгий. Здесь мне сложно в кириллице. Может быть, кто-то мне подскажет потом. Как можно... Иногда диакритика не удается в кириллице набрать, чтобы черта была идеально сверху. Для У и А получается. Но чтобы это было над Р и Л, у меня не выходит. Если кто-то сможет подсказать, потом я буду благодарен. Итак, две однотипных гласных встречаются, и образуется тогда долгая гласная. То же самое и с Л, кратким и долгим, но таких... Это крайне редко используется. Такие примеры даже не приводятся в учебниках по грамматике, но теоретически с Л и Л долгим было бы то же самое. Итак, это самое простое правило для санки гласных. Нити ананда. Когда два слова... Когда два слова или две части слова на своих концах имеют одну и ту же гласную, неважно, в долгой она форме или в краткой, то при слиянии образуется долгая гласная. Хорошо. Если здесь какой-то вопрос... Давайте перейдем к следующему правилу. Это правило тоже мы его... Я не знаю, почему у меня в слове Ромешвара под А появилась точка, но так или иначе. Ромешвара. Ромешвара относится к слиянию букв А и И. Тоже неважно, долгая она, долгие эти формы или краткие. А плюс И дает нам Э. Дает Э. А плюс И дает Э. Как в слове... В самом слове Рама Ишвара. Рама Ишвараха. Рама Ишвараха. То есть буквально повелитель Рамы. Хотя по этому поводу в разных собрадаях ведется много дискуссий. Это повелитель Рамы, то есть Кришна. Или кто-то называет Шиву тоже Ромешварой. Или же когда мы будем с вами проходить Самасы, то поймем, что отдельное значение этого слова, тот повелителем которого является Рама. Ну, неважно. Неважно. Слово Ромешвара. То есть Рама плюс Ишвараха. Получается Ромешвараха. То же самое. Как получается слово Ганешаха. Имя полубога Ганеши. Гана плюс Ишаха. Гана плюс Ишаха. Получается Ганешаха. Гана. Есть разные значения слова. Гана – это как группа людей или племена. То есть Ишаха – повелитель. То есть повелитель племен, повелитель народов. Ганешаха. Или же Гана также означает счет. Логика Ганешаха также повелитель, как покровитель математики и логики. Гана – Ишаха. Получается Ганешаха. Это второе Санхи, которое мы с вами должны запомнить. Или Гаджендра. Как образуется слово Гаджендра? Гаджа – слон. Индра – повелитель. Встречаясь эти слова, получается Гаджендра. Говорить Гаджа-индра так непрактично. Да, может быть, не так красиво. Но Гаджендра звучит плавно и естественно. Или известное имя Шримати Радхарани. Вриндавана Ишвари. Вриндавана Ишвари. А и И встречаются. Независимо, долгие или краткие. Мы получаем Э. Получаем Э из слова Вриндаванэшвари. Вриндаванэшвари. Это следующее правило Санкт-Петербург. Пожалуйста, что-то припробуй. Вот я смотрю, тут Вриндавана короткая А в конце. А Ишвари длинная. Но Вриндаванэшвари мы видим короткое Е. Да, Э всегда долгое. Э всегда долгое. Мы говорили с вами, что дифтонги, Э, Ай, О и Ау, они всегда долгие. Они всегда считаются долгими. И звучат они, как правило, они, как правило, дольше и звучат. Когда мы с вами будем... Следующая тема после Санкт-Петербурга у нас будет стихотворные размеры. Как читать стихотворные размеры. Как правильно расставлять долготу звуков. И там мы об этом также будем вспоминать. То есть, Э долгого не бывает. Оно уже долгое. Спасибо. Если еще, я вижу, сегодня к нам присоединились новые, вредные. Замечательно. Добро пожаловать. Пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Итак, Ромешвара. Это наше следующее правило. Да, вот характерный пример для этого правила. Мы знаем этот текст. Ваданти та татва видас, татвам ядж, гьянам, гьянам, адваям, брамэти, параматмэти, бхагаван, ити, шабдяте. Да, и где здесь у нас сработало это правило Санхим? Оно сработало на стыке слов Брама. Посмотрим в пословный перевод. Брама, ити, брама, ити. То есть, ити в стихах Бхагава Диты, Шамадбхагава, означает, ну, понимается как, да, или в данном случае еще про Бхагава Первое, известное как. Очень часто в комментариях, если мы читаем, например, комментарии Ачарев, они приводят то или иное слово, и потом говорят ити. Это значит, что на самом деле это означает вот то-то, ити. Итак, брама, ити, получается, брамэти. Брамэти. Я полагаю, что вы знаете этот текст, да, те, кто изучает Бхагни Шастри, текст Шамадбхагатам 1, 2, 11. Брама, ити, получается, брамэти. Или параматма, параматма, да, атма, в слове атма и в слове параматма, обе а долгие. Долгая а в конце, встречаясь с ити, там, ити, получается, э, получается просто э, получается брамэти, параматмэти. Но ити, который идет после Бхагавана, там уже нет в конце гласной, поэтому там санхи нет. Бхагаван, ити, шабдеты. Но в других случаях, брамэти, параматмэти. Праматмэти, бхагаван, ити, шабдеты. Вот это один из примеров на этот вид санхи. Давайте посмотрим еще одно правило. Оно называется, можно его запомнить, как пуршоттамар. Или каким-то другим характерным примером использования этого вида санхи. Если две а, если а встречается с у, неважно какой долготы, а долгая или а краткая, встречается с у долгим или у кратким, получается о. О. О, как мы знаем, также является, оно является долгим. Оно является, это дифтонг, или, может быть, вы помните, мы говорили, что э и о также носят названия. Может быть, кто-то вспомнит, как мы называем э и о, помимо того, что это гласные, помимо того, что это дифтонги. К какой еще категории они относятся, звуков гласных? Четвервьюха. Четвервьюха. Да, спасибо. А еще? Гуна. Гуна. Спасибо, Матыши. Да, это гуна. То есть, по нене сразу целую группу правил он определяет просто через то, что образуется гуна, когда а плюс о, когда а плюс и, просто образуются гуны. Но мы не будем так стараться обобщить, нам вначале достаточно запомнить общий принцип. Итак, а, когда встречается с у, получается о. О, которое, как мы знаем, является долгим. Когда встречаются слова пуруша и уттама. Пуруша и уттама, то есть, лучший из пуруш, получается пурушоттама. Когда встречается нара, человек и уттама, опять у нас уттама, получается народтама. 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 Народ-тама. Народ-тама. Правильно, здесь естественным образом у нас получится ударение на О. Здесь народ-тама. Народ-тама – это долгий звук. Единственный долгий звук получится в слове «народ-тама». Да, нараа нам намаскриттян, нарам чайва народ-тама. Да, в стихе это естественным образом получается. В стихе Бхагава там 2. 1. 4. Давайте посмотрим. Аштауттарашата. Ашта уттара шата, что означает ашта 8, уттара плюс или над и шата 100. То есть 108, ашта плюс уттара получится аштотара. Аштотара шата это 108. Или известное слово махоцава. Оно образуется маха с долгим а и утсава. Праздник. Получается махоцава. То есть если мы в тексте встречаем слово махоцава, мы знаем, что это маха утсава. Или вот характерный пример, как имена Пуруш, Пурушаватар. В частности, Кширадакаша и Вишну. Кширадака, слово Кширадака, что означает океан, молока, образуется из слов Кшира и Удака. Когда А и У сливаются, получается Кширадака. 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 Не у него, но у другой Пурушаватары, у которого также получится такое санхи. Гарбодака. 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 Параматма. Параматма. Тоже слияние. В слове параматма, парамоатма, да, там есть тоже, да. Спасибо, Матыша Ирина, да. Параматма есть. Там каранодака. Каранодака. Спасибо, что это приобретает. Я не уведу этот пример, да. Каранаудака. Причинный океан. Каранаудака получается каранодака. 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 И каранодакаша и вишну – это тот, кто возлежит в причинном океане. Вишну, который возлежит в причинном океане. Это также один из примеров именно на этот вид санхи. Или дамода. Правильно прочитать будет дамодара. Как имя Кришны? Дамодара, да. Дамодара. Дама – веревка и удара животного. Получаем дамодара. Дамодара. Или слова шито и ушно. Шито и ушно мы получаем шитошно. Шито означает зима или же холод. И ушно означает жара или лето. В каком стихе мы встречаем это санхи? Шитошно. Багавадгита 2.14. Багавадгита 2.14. Спасибо, Алла Бочитая. Да. Матрас паршисту конта я. Шитошно сукадукана. Агама пайно нитья. Стамс титикшасва баратан. Да. Мы видим, что шито и ушно встречаясь. Теперь понимаем, что это два слова. Это два слова шито и ушно. Шито. Если в этом стихе другие. Какие здесь еще есть? Как минимум здесь один вид санхи, который мы сегодня упоминали. Давайте, посмотрите, пожалуйста. Агама пайно. Агама пайно. Спасибо. Агама появляющаяся и опайно исчезающая. Получается Агама пайно. Агама пайно. Здесь две долгих А в этом слое получили. Три. Агама пайно. Три ударения. Естественно, это сложно произнести так. Но мы просто стараемся произносить долгие долгими, а краткие краткими. И тогда все ударения, они расставятся естественным образом. Агама пайно. Агама пайно. Еще другие виды санхи мы пока не проходили. Мы на них не будем останавливаться. Давайте посмотрим, наверное, еще последний на сегодня вид санхи. Это условно можно запомнить его как найва. Найва, что означает никогда. На означает нет. Ива, конечно. Нет, конечно. Никогда. 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 Когда мы... Когда у нас встречаются А-ДОГА или А-КРАТКОЕ и Э-Э-Э. Я... Да, я все время... Вы понимаете, это Э, это звук Э. Это не Е. По-разному я его пишу. Но правильно, как мне говорил Беон Говинда про Бу. Мы в начале слов пишем Э, но в середине мы пишем как Е в русском языке. Но я думаю, что вы понимаете. Тут нет какой-то плосмысленности. Итак, А-КРАТКОЕ или А-ДОГОЕ плюс Э-Э получается АЙ. Долгий АЙ, дифтонг АЙ. Как, например, если на плюс эва, получается найва. Или критва плюс эва, получается критваева. Вы помните, что ай – это не а и и, нет, это отдельный звук, это отдельный долгий звук ай, критваева. Или сада, что означает всегда, эва, конечно, сада, здесь долгий а. Также получается садаева, садаева, садаева. В каком стихе, известно, мы встречаем слова критва, критваева и садаева? Мы произносим его каждое утро. Гурваш так? Да, спасибо, Мат cada leader. И как звучит? Критваева трептин баджетах садаева. Да, спасибо. Ванде гуроши чарна оровиндом. Там тоже санхи. Итак, критваева получается критваева. Критваева трептин баджетах садаева. Ванде гу роль ши чарана оровиндом. спасибо чарана аравиндам да там также чарана аравиндам лотосные стопы чарана стопы аравиндам лотосные чарана аравиндам это первый вид санхи нитянанда который мы сегодня с вами просмотрели пожалуй на этом мы сегодня остановимся давайте еще раз повторим какие у нас были виды санхи четыре вида это нитянанда когда встречаются две однотипных гласных а и у р и л когда встречается на стике то образуется соответственно долго соответствующая долгое гласное правило рамышвара встреча а и и и образуется звук э ганешаха гаджендра примдаванешвари урушо там а как слова шира удака учатся широ дака на его встреча а а долгого или а краткого и получается ай о кстати показать вам пример мама и вам шо джи валоке джи ва бута санатана хара монашаш ткани бри они прокрытия сканика шики кто-то помнит из какой главы этот текст бога водитель мама и ва шо джи валоке джи ва бута санатана 13 15 15 7 да живы честь существа мои вечные отделенные частицы которые непрерывно ведут борьбу с шести чувствами число которых относится и ум и так мама эва да моя что буквально или мой да амша амша частица моя частица мама эва получается мама его мама его мама и вам шо джи валоке естественным образом звучит мама и вам шо джи валоке а какой здесь еще бы какие здесь еще есть санхи посмотрите пожалуйста есть ли все которые мы сегодня проходили кто-то заметил да спасибо шаштхани индрияне получается шаштхани индрияне шаштхани индрияне сливаются две буквы итак это те санхи которые мы сегодня с вами рассмотрели я хочу привести в завершение стих джи ва гаслами из харина мамрита в якорны яд и дам санхи нир манам варна нам арбе нутам тэнамы кришна па даб дже мана санхир види а там с огромной радостью я приступаю к составлению санхи различных варна о кришна пусть это вызовет санхи моего ума с я пропустил слова с твоими с твоими лотосными стопами стопами с твоими лотосными 100 кришна пусть это вызовет санхи моего ума с твоими лотосными 100 я не знаю как правильно простое здесь ударение стопами или стопами я запутался но если бы он если по правилам санскрита здесь было бы долго о стопами хорошо здесь тоже и санхи до в слое пададжи пада аджи лотосные стопы на пада стопы обжи домашнее задание на следующий раз пожалуйста найдите в первых двух главах бхагавадгиты стихи с каждым из тех видов санхи которые мы сегодня рассмотрели запишите эти примеры в тетрадь можете указать номер стиха чтобы в прошлый следующий раз мы повторим там расскажите те примеры которые вы нашли чтобы лучше запомнили пойдем дальше рассмотрим другие виды санхи классно пожалуйста чуть-чуть и приброгу я хотел спросить а вот это название вот этих типов санхи нитянандра мешвара пуршотама на его это джива госвами то есть мы таки запомнили нет нет к сожалению я тоже сначала думал когда первый раз встретил что это джива госвами назвал я встретил это в одном из учебников бриндаванского университета по по грамматике не показалось она неважно любом случае здорово сразу понятно по слову некоторые я некоторые заменил скажу честно но на более такие более приближенные к бхагавадгиты шамат бхагаватам но но не тянанда дает оттуда можем по этим характерным примером сразу потому что по номерам да могли бы дать номера сутр панине или джива госвами или запоминать название тексту там для нас это будет слишком сложно поэтому такие характерные названия для мы можем о это по сутре это по сутре пуршотова да а почему если это по сутре или это по сутре ромешвора спасибо если еще дополнение вопросы я хотел бы также кратко прокомментировать результаты тестов по а вопросы да я вижу двое участников но не вижу кто пожалуйста виталий виталий пробыл то вопрос по поводу тоже санхи вот есть отдельные у нас звуки допустим а и а есть звук а и и когда это встречаешь слове как понять правильно это два отдельных звука или это один звук или в принципе не бывает такого чтобы вот а и и как отдельные звуки шли вместе в одном слове это не могут они могут слово айшвария айшвария да это слово с долгим с долгим звуком ай да или слова вайтхи там это там именно это устойчивое слово которое уже мы не можем внутри сделать его с твою вайтхи до сделать что это получится ветхи ветхи это такое слово тоже есть нужно на стыке слов обязательно обязательно бы там произошло 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 бы санхи а плюс и но внутри слова часто мы встречаем и ай как таковое звук а его может встречаться он может встречаться независимо ну я имею ввиду что когда мы видим вот эти три буквы как понять это один звук или это два разных звука о это всегда один это всегда один звук ай один звук ай не бывает что допустим звуки а и и как отдельный звук и идут подряд произойдет санхи произойдется если это отдельные звуки отдельные 2 2 части слова составного слова или на стыке слов в предложениях произойдут санхи. И будет тогда уже «э». Хотя они родственные по звучанию. Варашкишар Прабу, пожалуйста. Харикришна, у меня такой глупый вопрос, как всегда. Вот мы всегда, я смотрю, мы всегда записываем «я», «я» как «я» в основном, как и краткое «а». Почему не используется в записи мягкий знак, который привычнее и понятнее? Почему «я» не списываем? Я понял, речь идет о «я». Почему мы просто не ставим «я»? В санскрите есть звук, который «я», но его краткая форма, безгласная, это «и». Получается, что мы следуем определенной стандарту транслитерации принятому. В английском языке вот это записывается через «уай» и «а», получается «я». Точно так же наша транслитерация для санскрита, она следует по сути… Если бы просто «калька» с английского. Да, скажем так, «калька», чтобы не было какой-то двусмысленности. Например, слово «я-я», «я-ятмосу просидоти». Но если мы его будем просто писать как «я-я», хотя это тоже возможно, но мы следуем, мы следуем как бы такому, принятому стандарту. Возможно, «я» или тоже слово «нитья» мы могли бы писать через мягкий знак «я». В принципе, никаких проблем нет. Но мы следуем как бы правилам, принятому стандарту «и-я», «нитья». Ну, это просто громоздкая запись получается, и сложно просто читать такие вот эти «я-я», например, ну, четыре буквы. Ну, я понял. Да, простите, спасибо большое. Да, спасибо, Борис Кишеркова. Кратко хочу сказать по результатам тестов о теме «Алфавит». Можно еще по поводу вот этого? Тогда чуть перепробуй. Поправьте меня, если я не прав. Я помню, когда в давние времена, когда только ББТ определялась, с транслитерацией, и они вот как раз выбирали, это будет «я» или это будет «и-я». И они как-то, я не знаю, с кем они там консультировались, но они выбрали вот это «и-я», потому что по фонетике к санскриту ближе вот это глубокое «и-я», чем просто мягкий знак «и-я». Я не знаю, поправьте, может, я не прав. Я думаю, что абсолютно право что-то перепробуй. Мне что-то такое помнится. Да. Потому что это не просто хромосткое нагромождение такое, а это имеет определенную логику. Спасибо, что ты перепробуй. Да, с точки зрения санскрита, действительно, там есть четко звук «я». «Я», который в краткой форме, без «а», если мы там поставим вираму, будет звучать как «и». Но мягким знаком мы такое не передадим. Он вообще не звучит. Спасибо. Можно я вот ремарку? Что это вот я смотрю, вот мы изучаем, и такая тщательность ко всем этим тонкостям, и там несколько букв «м», несколько разных букв, разная фонетика. Мне кажется, это вот как раз тот момент, когда санскрит, он вызывал, эта звуковая вибрация, она вызывала определенную цепочку в грубой материи. Звук являлся ключом к созданию предметов, явлений и прочего. Если немножко другое, чуть-чуть, другая реакция, другие элементы включаются, и другой результат совершенно. Враг Индры, правильно? Да, как тваж-то ошибся. Или даже вверх, он в одном. Нам это непонятно, к чему вот эти вот такие тонкости, мягкий знак или «Ю», а там это же вся концепция на этом устроилась фактически, на этих тонкостях. И, видать, мозги были более развиты, соответственно, речевой аппарат был более развит, чем у нас. Спасибо, большое спасибо, что-то приобрело. Да, условия Индра-Шатру, из-за того, что ударение было поставлено чуть-чуть по-другому, вся мировая история пошла совсем по-другому, к другому пути. Ее в савритасура. Большое спасибо. И все же кратко прокомментирую. Виталий Прабу показал результаты тестов. В целом, все ответили на большинство вопросов. По поводу того, как называется алфавит, все ответили в основном, ответили правильно. Варна-Крама. О, идет автоматическое листание. Какой вопрос вызвал затруднение? Нет, пожалуй, тут идет какая-то автоматическая прокрутка. Я так покажу. Какой вопрос вызвал затруднение? Это... Так, по какому признаку делятся согласные Наварги? Здесь тоже все понятно. А вот... Какие из приведенных звуков называются дирга? Какие являются долгими? И я понял, что камнем преткновения, на что, собственно, вопрос и был в какой-то степени рассчитан, то, что звуки У и О, как мы сегодня говорили, они являются долгими. Они считаются диргой. Это не краткие. А и... Простите, У является кратким. Э и О. Э и О являются долгими. А и У – это краткие звуки. Но Э и О, которые образованы, как мы говорили, слиянием А и И, а также А и У, они являются... Они уже являются составными, они являются долгими. Соответственно, по поводу кратких звуков тут тоже. Я думаю, что вы разобрались, какие мы звуки считаем долгими, какие краткими. краткими. Да, Акина, на пробу, пожалуйста. Харе Кришна, дарья преданная, такой вопрос. Я просто прошел тест, посмотрел вопросы и решил по памяти ответить. И потом увидел, что куча ошибок. Это будет заложено и дальше, что у нас только, ну, нужно будет уже тщательно просматривать конспекты, тем, как ответить или просто полагаться на память и несколько раз делать этот тест. Потому что там был заложен принцип только одноразовости. Только один раз можно сдать. Да? Или в этом смысле? Я не знаю, наоборот, не имею права советовать. Для самопроверки. Для самопроверки. Получил опыт. Лучше короткий карандаш. Спасибо. И все правильно ответили. Как правильно читаю, произносится Висарга. Да, в слове Камайи. По какому принципу делятся звуки на Варге? Здесь также каких-то вопросов особо не было, сложностей не было. У нас будут так же, по мере того, как мы будем проходить тему Санхи. У нас будут небольшие тесты по этой теме. Еще раз большое спасибо за ваше внимание. Если нет еще дополнений, мы на этом остановимся. И тему Санхи продолжим в следующий понедельник в 7.30. Большое спасибо за ваше внимание, терпение. Жилпрупадыки и санхи. Продолжение следует...